сайт goodgame.ru рубрика best replays комментатор баньгур и режиссер трансляции эфира аспирант приветствует вас на очередном если не изменяет мне счетный навык по моему сорок седьмом выпуске нашей прекрасной рубрики ну прекрасной мы считаем сами с нами солидарно некоторая аудитория перед своей поездкой в тюмень записываю это видео в тюмень меня пригласили на форум блогеров интернет которые называются не форум туда также поедет сам его величество бобер михаил мерчук и я надеюсь что мы там как следует зажжем на не форуме я буду отвечать за стенд со стримом у меня будет два часа у меня будет фифа в преддверии чемпионата мира по футболу естественно буду играть и сборную россии и будем общаться с гостями моей моего дивана или моей микро студии моего эфира о предстоящем мундиале на не форуме будет довольно значительное количество популярных авторитетных блогеров стройка здесь же например помимо майкера естественно будет также выступать сам господин алексей венедиктов главный редактор радио эхо москвы но и многие многие другие ладно давайте об игре сейчас я к чему все это весь этот опус вам выложил и если вы из тюмени или живете недалеко то милости просим возможно даже организуем какую-то встречу с подписчиками со зрителями и так далее ну а теперь не непосредственно к событиям друзья а события у нас следующие схлестнулись ху-ху-ху-ху-хулио эльфийский такой мексиканец с никнеймом настрой горгой на знаю такое ощущение что против него очень часто играли горгулями андреды и он поменял никнейм против него андет командор именно от лица командора мы сейчас наблюдаем за происходящими событиями командор заслал смертника настоящего камикадзе но не тот не тот который диа тот который уже вот сейчас умер в очередной раз довольно трудно умереть будучи уже мертвым мы же знаем знаменитую дефиницию о том что что мертва умереть не может но это не в случае командора я думаю что у него а строй сегодня будет множество потерь такой впрочем игры не смотрел и не знаю чем все закончится а тут какая-то видимо не первый раз друг с другом сталкиваются на просторах батлнет и горгой сразу же влепил стражевое дерево на всякий случай мало ли вдруг придут гули хараси шаров пинать зачем это надо такая еще не выбрал кстати говоря по-прежнему спел вот сейчас он взял все-таки койл и зашвырнул ким кайлом в кого-то зашвырнул чтобы быстро добить виспа задиспелился взорвал ману дк еще один еще два моноберна он пропустил и в общем-то уже маны скорее всего у него нет иначе бы он гульку закалил гулька умирает демон хантер довольный бежит еще одной гульке объяснять что она не тут не ту игру выбрала для того чтобы здесь как-то герой стоить тир-2 без барака кстати вот в чем фишка вот в чем фишка сторожевого дерева я не замечаю у эльфа барака то есть это это очень быстро тир-2 за счет сэкономленных средств на аобе но с другой стороны сторожевое дерево то в любом случае тоже стоит каких-то ресурсов поэтому не так много сэкономил не знаю точное соотношение выигранных выигранного золото и дерево на постройку что не владею такими тонкими материями как стоимость эльфийских зданий но очевидно какую-то часть средств он сэкономил и еще очевидно не планирует судя по всему вообще строить а обы как таковые и крепится словами также он видимо будет строить какие-то здания на тир-2 либо лорницы либо древа ветров и как-то по-быстрому прокушать андеда вот его план с кем-то с триадами с талонами я не знаю окружают демон хантера да да здесь наверное а он продал телепорт вот в чем дело и персональчик у него на кд ну и даже если бы был телепорт я думаю не стоило бы и не стоило его тратить на 1 уровень убитого лучше сэкономить ману в колодцах и приготовиться к пуши на тир-2 ну в общем андет выровнял ситуацию оказал ответную любезность господину эльфу и на 2 убитых пули он ответил одним убитым слепошарой он же охотник на демок он же самый ненавистный герой для любой расы которая базирует своих героев на мане потому что сволочь нещадно сжигает ману я вчера смотрел как раз играл фоги против в фазе на голде в группе d там конечно видно было в чем суть демонт хантера фоги продемонстрировал ясно весь его функционал после 10 секунд боя ключевого оба андетских героя оказались без маны на нас напали ну а в боевых функциях дака конечно нам дыха конечно намного сильнее чем мертвый рыцарь лечь все остальные потому что он а гильщик он плотный у него высокий дэмэдж у него еще и вы жен есть построить заверши все что нужно для того чтобы нарезать повар дк дх по бегушке идут второй герой сейчас очевидно будет взят а там у эльфа естественно закончился ага панда ну панда это что-то рассчитанное не на пуш потому что панду нужно качать я право же ожидал какого-то героя для того чтобы поджать андета ну какого ну например ногу или козла ну что-то вот расходятся мои мысли с мыслями эльфа ну такое бывает не соотносится друг с другом андет тир 3 в это время запускает все по таймингу андет играет в классическую стратегию и судя по всему это будут фаст да я я смотрю без запустил быстрый грейд на тир 3 он значит хочет может быть быстрых дестройеров сделать или но это против хумана конечно сейчас только идут бойницы после грейдов не бойница грейд бойница а вот именно так он хочет быструю арбу и очень быстро получить технологичных юнитов но против эльфа тоже дестрой раз стоит верма возможно хочет фастового сделать непонятно здесь можно было попытаться еще разочек окружить старичка господина паниковского великого слепого но видимо ой тут панда отдается на на крипах но зато в соляного закрепила точку получила почти что если не почти что получила второй level даже с зачатками третьего можно ли на этой точке в солягу сразу же получить 2 не знаю может быть томов экспириенс выпал вот я о чем не уверен но это не суть важно то есть все таки это будет не пуш но эльф планируют встретить какой-то андетский пуш во всеоружии с 3 пандой который быстро качает соляного заметьте что эльф до сих пор не построил ни одного боевого юнита а кроме героев никто на этой карте у эльфа угроз не представляет потому что виспо назвать боевым юнитом нужно весьма опосредованно да андет же реплицирует гулей с завидным постоянством и эти итерации гулей абсолютно один стройка завершена панда еще табу стрейндж если не ошибаюсь должна прочитать до читающая панда это цирковой наша панда умеет читать книги там дриады все я увидел там дриады ну окей действительно стратегия зачем тебе а уф если если ты знаешь что андет не будет пушит на всякий случай сторожевое дерево конечно поставил но может быть андету все равно стоило пробрить эльфа потому что очень долгое время был уязвим сомневаюсь что сторожевое дерево помогло бы разобраться с пачкой гулей андет наверное мог вполне спокойно порешать исход боя свою пользу потому что все таки выйти без ова это халява очевидно которую нужно наказывать в варкрафт и у как в жизни если ты что на чем-то хочешь с халтурить сэкономить то обязательно должен за это потерпеть а вот оно что а гули с френзи катапульты вот это да ну и вирм наверное нет ну хотя верим здесь не особо может быть в мастре слушать а это неплохой ответ на дриад потому что гули с френзи там никакое замедление не поможет нужно обладать микро фогича для того чтобы этих всех ряд каждую перераспределить по своей гульки и потом еще отводить гули с френзи как известно довольно прытки и букашки козявочки плюс катапуты катапуты капут катапуты делают эльфу капуты заверши под катапульками тоже танцевать рядами не самое большое удовольствие но вот панда 3 я и это очень важный момент очень тайн тайминговый получил третью панду господин горгой как раз к атаке командора если свитки ван деда хотя бы один потому что там довольно живо будет все разлетаться мы не знаем 49 лимита у командора у эльфа появился первый мишка реджу классический я думал там какой-нибудь чиз что-то экстра вагантная будет но не это просто классический эльфа вот вот почему нужен дестройер кстати только что объяснили посмотрите как реджуф отхилял там правда еще из колодцев кто-то выдох панда дышит сдувает всех гулей ожидаемо минус все гули койл но по панде панду нельзя терять ни в коем случае нужно ее отвести и выпить пушин браво 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 но отряд тем временем тоже разбирают катапульты короче гулей разменял андет надряд эльфийских но тут панда должна решить исходу плеча убили не до контроля андет возможно уже без маны дк но это не точно став есть но там став не очень работает когда идет сражение на собственной базе вот отбивается все таки демон хантер навешал подзатыльников труповозком минус лич минус все гули за счет панды но такая первого победа с одной стороны у эльфа потому что он потерял всех ряд с другой стороны в общем-то дряда это расходный материал час медведя уже построить более качественный лимит и безусловно а деду нужно нужно выходить в дестройеров фирма потому что без без дестройеров непонятно как среди он сражаться молочник вонь и все-таки играет на диэстров правильно но не получился под пуш у андета нужно сейчас тогда прокрепиться по быстренькому дождаться всех нужных грейдов и возможно идти в ответный пуш эльф же может поставить экспант наверное за счет того что он выиграл в этом сражении он убил андета больше тем более эльф как известно раса которая испытывает зависимость от экспандов просто эльф без экспанда как наркоман без ханки исследование завершено я понимаю многие подумали а как же хуманы но у хуманов экспант это целый ритуал 5 рабочих строя там еще ритуальные пляски вышки ставятся у эльфов один шарик полетел в рост корнями в землю и все да ну вот он собственно говоря и его величество экспант 3 дыха моноберны медведем но в любом случае эльфу нужны будут либо дрозды либо дриады для того чтобы как-то к 3 дестрою потому что если андет если вы эльф вот так будет встречать армию из-за двух-трех дестройеров с манаху это будет гг ну и виду верма банды не знаю я бы все таки на его месте это конечно его игровое решение это разные подходы но гирн тоже очень сильно помогает но просто одна атака как новая медведя рассыпаются в пух и прах на лапы хвост и шерсть поднимаем дестройером не знаю с маной или без да один с маной точно риджуф уже не работает об он все завонял андет старается контролит должен быть став медведя прекрасно там дыхать чуть не умер успел на последний хп виде выпить паушин и нажимает т.п. ну в общем вот сейчас только что андет показал как работают дестрой уже не парит живешан и эльф вынужден был эвакуироваться срочно на телепорте ну у него я не знаю зачем вообще эльф здесь лес учитывая что у него растет нычка и его все полностью устраивать ему нужно было здесь скорее армию копить дроздов штамповать в общем эльфа видимо слишком уверовал в свою победу такой джентльмен самонадеянный и немножечко опрометчивый ну а теперь андет может идти на экспант если конечно он о нем знают что вряд ли нет что-то подозревает этот господин этот командор что-то подозревает о наличии экспо ну в общем выровнялась новая ситуация сейчас эльфа отменит экспант ну как выровнялась сейчас уже у андета герой про прокачены правда если правильно эксплуатировать дыха то это ничего не значит еще герой без маны как бы не был а тут т.п. эльф пытается спасти эту нычку но может быть напрасно хотя посмотрим дестройеры с маной минус медведи должны быть очень быстро дряды умирают там от леча сарбоне обязательно финды и панда конечно дышит как может дыха раскидывать моноберны или нет непонятно нычка то все равно падает от катапульты минус нычка и здесь минус медведь должен быть в общем здесь эльф должен по идее разваливаться а бомбы танкуем сегодня мы с тобой танкуем там кстати под шумок до двух дестройеров грохнули дряда но это не до контроля скорее андет ой дыха 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 у него нету ничего чтобы выжить но у него есть быстрые ноги эх труповозка не дострелила панду оставляют на произвол судьбы инвул эльф контролит как может вот сейчас бы не знаю сколько ману дыха но может быть новую новую ли кайл словить легко легко но нет может но не ловит видимо все таки маны нет вряд ли андет забыл на кнопку у него койла на какую нова ну нычку сбрил пусть вообще не вне оправдались эти вложения от эльфа но впрочем эльфийская база не стоит не так как хуманская поэтому снос экспанда означает всего лишь то новый экспант вырастет чуть позже это справился с дестройерами эльф при этом не потерял героев общем молодец действительно на чудесах отковырялся все могло быть намного хуже для него в этой схватке и эльфа сохранил шансы на продолжение банкета андет играет по страте в фаза которая гласит что молочников много не бывает но молочники проигрывает медведям собственно я думаю что вот возможно мы именно такое большое количество молочников могут может быть залогом поражения андетовского ему нужны другие юниты и контроль этих безусловно нужно немножко по-другому ну хорошо одну тележку он дестройера превратит но там может быть вирус все пока не знаю хотя в полтиннике сидит он в общем немножко криво исполняет игроки по-хорошему анд должен был копиться до определенного момента и выйти там как с кем-нибудь лимитом 70 свермом с дестройерами после прийти на закопатель как палисадник в огороде бульдозером сравнять но он этого не сделал и вот такой немножко криво не вот увидел андет сидит сейчас на полтиннике вот он видно что все таки мысль то есть у него это что такое вот тележка заблудилась ее моя мысль то у него есть вот может быть даже тп нажать не знаю что выйти по хотя не хочется конечно тратить деньги но может быть эльф не знает что он здесь андет рассчитывает на то что у эльфа до рассеянный склероз он забыл зачем сюда пришел он пришел покрепить точку вершину ее андетскую тележку или все-таки нет он вспомнил дх посмотрел блокнот а тут же были крепы да точно крепы пойдем пойдем панда о тут круче тут вообще новые крепы посмотри какая жирная . говорит эльфы начинается замес одного медведя мгновенно просто взрывают лопнул мишка впрочем обо мы тоже рассыпаются идет фокус 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 дестройер дестройер да есть уже нет все закончился дестройер дрозды дали дестройеру вы сами знаете чего и снова дыхание от в этот раз по-моему финдом был застрелили молочником терять главного героя эльф но у него осталось еще панда там лич при смерти в общем герой на герой а нет личка на непукошь никакого нет шансов вы же здесь андет эвакуируется и разменялись они где-то ну поровну с тем можно было бы добить наверное а чё ты убегаешь там дед там панда у нее на одно дыхание а там дохлых юнитов пол армии ну в общем дестройера быстренько объяснили ой дестройеры дрозды быстро объяснили дестройерами за кого нужно голосовать на следующих выборах а без дестройеров никак то есть здесь конечно ну как андеды в этом случае делают они там какое-то количество финдов добавляет свою армию сеткой и кайтят ловят дистроп сетку отступают расстреливают воде строк раздов в общем дятлами будем их называть а то я постоянно я сейчас вызову николая дроздова блин из мира шизофрении старческого маразма и постоянно его призываю дроздов дроздов не надо николай живите в своем своей вселенной в мире иллюзий и животных а мы значит дятлы вот так вот но проблема была в одном андеду кайтить было некуда поскольку он забрался в тупик в тупиковую ветвь развития он был на краю карты и отступать было уже невозможно вследствие чего дрозды вломили всем люлей не знаю может быть стоило андеду сразу нажать т.п. там нычки заканчиваются да 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 20 минута игры скоро закончатся нычки это сто процентов случится я вас в этом уверяю андед даже продает одну бойницу он понимает что что-то непонятно что из нее строить дестор в любом случае нужен контроль нужен такая игра знаете не самая конечно возможность самый смак случится в конце играть безусловно после просмотренных матчей после просмотренных матчей на голде немножечко кровоточат глаза хотя после матчей некоторых игроков голда можно сделать выводы что вот гол продолжается прямо сейчас и здесь не будем оказывать на пальцем ник скоро иссякнет но лесной палач красиво зовут лечо для ледяной палач ну и тоже неплохо палач а приговор это понимать доказать не завершено ай к нему прибегает таурен кричит я наточил топор и вручает лечу кто палач выглядит довольно гламурно жеманно поженственно я бы такого палача не боялся рожа правда страшная конечно этого никуда не денешься но не страшнее чем вот обум который прямо сейчас на ваших экранах внизу смотрит на вас внимательно как бы в душу заглядывает и спрашивает кто со мной это сделал покажите мне его но хотя челюсть заправского боксера так начинается файт много мишек и дрозды для того чтобы не игилировать дистроф андет начинает свой знаменитый кайт бросает новый медведи и отступает конечно нельзя сражаться нужно кайтить кайтить вот молодец а бомы прекрасно расположились позади финдов я не знаю что там делали они может быть сексом занимались в роще прибежали к концу боя ну и начинают выполнять наконец свою прямую функцию танкуют а дятны клюют дистроф отступаем дистрами контролем надо отстрелить отстрелить дроздов отстрелить дроздов не медведей по дроздам работой потом медведей убьешь уян деда нужно вообще отсюда эвакуироваться у него все красное битое заканчивается финды минус один дестройер минус сейчас будет второй дестройер он ловит в сетку гиппогрифов только для того чтобы они там ну не знаю подумали о жизни но эвакуируется в итоге хочу панду потерял нет 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 панда 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 а где была панда я так внимательно наблюдал за жизнью дроздов на на этом участке карты что забыл совсем еще одну вымирающим животом 250 голды осталось ну панда жива однозначно у нее там хп 10 было но она она выжила да вот она прекрасная закончились мейны и андеду нужно думать о том как бы перебазироваться дальше ну как-то вот он не справляется он со своими функциями даву в этом и сложность андетской армии о great на нынче блэйсинг сложность андетской армии в том что нужен очень хороший микроконтроль очень хороший микроконтроль для того чтобы катить выстрел отступил выстрел отступил перебить дроздов обязательно а потом уже сражаться с медведями глоб ну короче андет забил он дестроев плевал им этот реджуф больше никаких дестройеров все но и мне не выживают построю кая еще пару молочников забыл финда ну может быть этот поможет сохранить ему жизнь так куда выходят бабки бабки выходят на лавочку нет куда вы что ты что наламываться идешь может быть нычка нет на прям наламываться у эльфа кто-то испортил воздух но не признается видите все подванивает чуть-чуть возможно это была панда которая оставалась буквально на один тычок жизни на краю гибели естественно кишечник расслабился со всеми бывает не будем ее в этом осуждать ой не неожиданная встреча на эльбе караван за колитов не такой судьбы они для себя желали и последняя колиту укоризненно посмотрел на своего командора как вы как это каламбурной не прозвучало бы и у как много андета чет неожиданно ну давай сражаемся чет мало эльфа так и пятая панда ну и вот смотри-ка ну да когда больше некого фокусить фокусятся дрозды эльф отступает вот сейчас андету нужно идти в атаку отлично он перебил всех дроздов но ирония в том что сука и дестройеров не осталось понимаете вот какая незадача эльф планирует перебазироваться на нычку но его чё-то мало совсем и одна надежда вот на этого зверя да он почти шестой пятый демон ну на героях конечно если не словит койл нового он скорее всего не словит я не видел ни одной койл новую в этой игре от андета ну просто андета тупо больше а вот и дестройеры появились елки-палки я даже не знаю что сейчас эльфу поможет но эльф поможет вселенское состояние андета на реке видимо порыбачить решил посмотрел какая погода классная какое солнышко да к черту эту войну буду форель выуживать нет все таки вспомнил что идет война и так начинается файт под колодцами конечно с эльфом драться не очень приятно панда дышит ну так себя дышит ловит койл нову фокус выдувает последние колодцы андет тупо решил тыкнуть медведя ну такое так 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 не не андет давай не закапывайся в базе эльфа давай по медведям поработаем чуть-чуть по медведям медведя очень быстро нету дроздов работаем по медведям у тебя же дестройеры есть медведи отступают дк тоже как-то контролится ой дыха 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 ну все все красное здесь эльф должен отлетать добивай же ты юнитов ё-моё закапывает финда но панда получает шестой эльфа ну вот пожалуйста вот тебе бабушка юрий евгений беги теперь что дерешься с шестой пандой не дерись шестой пандой финдов все равно всех потерял хотя закопал частично нормально молочника отведи где кайлы у тебя опять мана нет ну там видимо дает у него нет маны я смотрю улича только на нову пожалуй все да надо как-то отступать было от шестой панды может быть но это не точно с другой стороны вот вот этого товарища убить конечно очень хочется он очень битый и нет колодцев и день и в общем надо просто чуть-чуть подождать андеду прийти и бросить нового вдыха бросить новую а ну андет куда ты куда ты пошел родимый ты чего у эльфа там уже нычка и вот я вот ой надо сейчас убивать надо сейчас убивать герои ну понятно чё-то анда тоже страдает каким-то рассеянным сознанием забыл зачем он приходил и пошел обратно давай дк дк твоя цель дх точнее есть контакт хорош теперь панда отвади финда отвади финда у тебя их мало осталось молодец закопал убивай у эльфа пошли первые деньги он покупает пушин панда ловит нову давай 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 добьем 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 минус панда ну тгг ох или внезапно не досчитался героев да действительно койл новая тгг я согласен именно поэтому на галде эльфов больше всех раз очевидно потому что это самая слабая из них командор в шоке отчеты и едином иди на иди вне убей алтарь убей алтарь потом иди вниз медведь присел покакать какие колодцы чё ты творишь вася какие-то что ты ну понятно это в общем решил поиграть в великолепную игру называется кто у мамки руина 5 дх алтарь алтарь твою мать идиот смысле дорогой ты мой человек дорогой там и кибер котлет алтарь надо убить там оттуда панды выходят обычно да вот молодец правильная цель о добрый вечер экспо давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай а деньги того эльфа есть он может на дыха как-то тут режу вот медведь не зря пока колонн теперь свежий заряджу влены так 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 где страдал на комнату ё-моё ё-моё где страдал на халяву на 5 убьёных а но денег то у нет совсем ой 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 минус но денег то нету совершенно о еще медведя можно бить денег нету совершенно у андеда может быть продать здание не знаю там кто-то в низкая точка андэ даже не подозревает что у эльфа есть соответственно да там expansion приколи приколи он работает это вечный двигатель ты будешь убивать приходящего дыха он будет заказывать нового во алтарь молодец чё ага так команду гаргой у горгой священная роща осквернена горгой есть деньги кстати о вот это сильно там что-то отменил а колит скорее всего еще один дыха да у эльфа действует обшор и вот сейчас андет приходит в нужном направлении мана отрегенилась там улича есть но он там надо снова какой он ушвырять да молодец но там весты были чинить короче андет молодец у него была победа в руках он должен был просто пойти вниз и убить мэйн ведь он это должна была сработать какая-то логическая связка в голове сцепка я мэй не убивал но мэйна у эльфа нет куда он делся блин вот куда он делся как ты думаешь его вывезли и посадили на тверской нет он очевидно закопался вот сейчас дыха а деньги то есть у эльфа руднику бесплатно чиниться ой-ой-ой ну да вот она развязочка да нас ожидает сейчас драматическая называется жизнь и смерть рядового дыха ну а вот здесь можно новую кинуть по весьма говорит полезно но новым она не отсюда по всему ёпс туда я тут можно монобиорны прописывать час панда выйдет да все правильно молодец у него по ушам еще есть арба из колодцев выдул по виспам по виспам работай а давай-давай-давай ах сожрала колита чтобы бросить новую но да вот наконец-то минус рудник и но у эльфа я думаю там какой-то о нова пошла минус виспы так ну что тут драться будешь что я драться будешь дирись дири с ним да дири с ним всей армии да ты справишься а у него пушин есть блин я забываю да тогда молодец андет молодец контролем контролем арба решает пушин выпивается пушин выпивается и продолжается погоня на дыкады к куда ты вам в груза вырезается в демонхантер отдыхать что поверил в свою силу вдруг внезапно беги давай-давай-давай-давай почему я топлю за дэна я не знаю дыкады чё ты сделал такой ты валерьян конечно ёпс тудэй слушайте это самый веселый командор из всех кого видел отдать дыка прекрасно от контролев и откайте в демон хантера отдать дыка на на дереве на главном это жесть так ну и что у эльфа есть деньги на воскрешение потому что если сейчас еще где-то найдет из каких-то резервных фондов себе средства то лич уже не переживет следующую встречу колодцы полные все прекрасно заказан не заказан непонятно висп идет чё идет куда идет неясно а финт так по руднику парадник по руднику нормально нельзя давать оплетать рудник кстати потому что если эльф накопит бабосы на демон хантера то это будет гг как можно было так отдать дыка вот все сейчас дыка отводишь назад до условно на свою проклятую землю на базу он там регенится по-былингам и это вин изи вообще шо ж творится то люди добрые короче можно сказать что дк придавила думом основу дрался как герой но на него упало дерево такое бывает я думаю также примерно чувствовал себя тарасов первую брачную ночь с бузовой на него тоже упало дерево хотя не будем вспоминать о тарасове накануне чемпионера по футболу а то еще накликаем беду так алтарь а чё ты не ультанул то по мейну вася какой нахрен алтарь так ладно лич как-то выжил ему деревья тоже его тоже пытались задавить деревья ну давай еще со сторожевым посражаемся действительно да ладно неужели дуболомы пойдут в атаку и забьют ли чат ой там добыча идет да почему ты не убил мейн ультимейтом это же изи было фирменная майкеровская изи теперь будет вспоминаться всем я думаю ох ладно хорошо дерево можно наверно так застрелить почему он алтарь но он испугался видимо что он же не знать сколько у эльфа денег да он испугался что сейчас демонхантер придет оа на айс что демонхантер сейчас придет и надерет зад поэтому можно было послать разведку короче все все ребята заказывать неоткуда эльф обречен но до последнего до последнего ясеня до последней пихты сражаются эльф все в сад кричит он в смысле все в бой и энты идут на верную смерть торжевое дерево закусила сородичем выпила росы закусила елью и прям жрет ненасыпная какая хрень андет победным маршем возвращается на базу эльфа добивать последние деревья глядь андеревьев то и нету где деревья ё-моё куда делась база же на этом месте стояла база думает андет ну ладно но все равно для меня большая загадка куда эльф направляет свои стопы потому что все равно уже ничего не сделать но все это гг но играющий какое-то время игра чего-то время продолжается на у нас ладно ждем там вот так вот я развиваюсь обычно в эпохе империй минут по 50 причем построить первого юнита куда идут дубы большой секрет кстати дубы то открылись page подождите мэйна то нет а он же поднял деревья андет не видит поднятые деревья считаются юнитом поэтому андет видит расположить вот зачем ты на базу пошел надо было закапываться проедать рощу куда-нибудь валить к чертовой бабушке все равно это чушь это просто оттягивает неизбежно не понимаю что происходит короче деревья пришли мстить за своего садовника еще побреют андетовский main сажай деревья все да теперь точно знает где они лич думают ё-моё такого еще не видел такого еще лесополоса поднялась его его так пошла да вот сейчас противнику откроется ну по-моему если деревья пассаж подняты то они считаются юнитом они строения и не видны ищущими но все равно конечно чушь полная потому что лич с рабой это тоже приличная боевая единица и уж точно не деревьев ему боятся ну конечно картина шикарная ради этой картины можно было досмотреть до конца папа ульта но 9 ходить умеют да это же честная раса у нее здание передвигается оп и все ульта ну слушайте он сейчас лича застрелит лич 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 и там это низ не заигрывайся тебя сейчас же застрелят лалка ты серьезно потеряет сейчас что да нет да не может такого быть не может быть андет настолько тут нет конечно нет да а деревья в атаке а деревья в бою да здесь бы инсектицидов каких-нибудь андеду ну чтобы бороться с этими сорняками возможно кути аэрозоль с ядами так лич что делать ульта не работает деревья уходят ну можно так пострелять да все верно молодец да нет он конечно застрелит а у тебя калит еще жив ел и пал но нового по деревьям тоже некий а эта хрень отъелась а лич битый он сейчас может не до контролить и получить камнем в голову да да ну все на фигня хотя что делать воротины тут живут посмотрите они едят сородичи и выживают а калит в атаку пошел main-and-dead уже почти умер лишь ничего не понимает что за хрень зачем эльфы нужны были герои юниты если у него есть такая имба вот все пошли поели деревьев грета ночью блессинг они с армором так финт приходит слышите а не можете сельф затащить все-таки ну да съел и съел сосну вернулся съел сосну вернулся продолжаешь бить очень четко контроль эльф вдруг контролит деревья начал намного лучше чем собственную армию каждое дерево для него навес золота каждую веточку знает на своем дубе ой паук заблудился как можно было заблудиться пауком я не знаю когда у тебя есть только два героя но такое бывает андет сейчас просто мне кажется андет сейчас находится в неком нокдауне моральном он не понимает почему эльф не выходит него есть герой а эльф а у эльфа нет и он все он не ливает ладно минус один дуб но развязка становится туманной интрига ведь реально может мор может проиграть улича есть кстати мана может быть попробовать да куда ты что ты делаешь это бесполезно да не такой-то конечно молодец слушайте а если продать все и темы хватит на воскрешение дк может дк воскресить это верно можно кстати знать что было сделать покрепиться и попробовать все таки денег на дк наковырять сколько бы они убивали эту базу довольно долго а тут уже дк появился нет ну могу ошибаться но может быть и не стоит в общем динамика непонятно быстрее бандит накрепил продал все темы кроме арб и покрыт прокрепил бы там пару точек может быть на дк бы и не собирал хотя там не много дает да наверное нужно жилье . ай да да нет бред потому что дк очень дорого стоит уже high level не не чушь не верьте мне так ну а здесь продолжается вселенская битва лича окружают лич в погоне за одним деревом очень опасно убивает все таки красава теперь бежать 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 молодец все так еще два дерева осталось ну блин эльф может реально расконтролить я вам точно говорю так быстренько есть елку эти двое бьют этот поедает елку эти двое пошли значит сэйвить своего товарища блин ну все таки неужели один шестой герой не может справиться с четырьмя дубами да ладно вы серьезно остается три здания ван деда финн закопанный о финн закопанный прикольно так пошли кушать надо убить еще хотя бы одну лорку и тогда будет полегче лича лича не теряй молодец какой ну короче деревья на пофигу уже пошли в атаку понимает эльф что по динамике не справляется не успевает и надо уже посадил репку а репка не выросла почему-то не бьет далеко от здания видимо лорница не сражается блин какая же лорница все-таки остолопина сражайся бей дерись блин у создания ему бьет реально сторожевое стоит и обстреливается лич соответственно битый подойти к нему довольно трудно идет размен как в фильме рокки ударом на удар отвечает ему смех смелый кто кто это я не знаю что это за дерево смелый тополь минус тополь да нет побеждает андет конечно но шанс шанс был безусловно шанс был даже это отчаянная отважная атака с да минус еще одно дерево и это гг выкапывается и бежать ну и все собственно говоря а но эльф порадовал конечно порадовал своей верой в победу своим желанием играть до последнего ресурса это шикарная игра ничего не предвещало такой развязки вроде стандартная такая знаете посредственная игра довольно слабых ну в целом неплохих но конечно по сравнению с топами слабых игроков с которыми не очень интересно наблюдать но потом потом началось такое ну что все победа победа андеда но эльф безусловно не будет выходить он будет биться до последнего молодец в этой в этом сражении конечно у сторожевого дерева нет шанса хотя конечно после такого количества камней в голову лич вряд ли сможет защитить андитатскую диссертацию после этого может быть он даже готовит и не сможет самостоятельно добраться до конца своих дней но побеждает все-таки андет великолепная игра мы я благодарю аспиранта спасибо всем за то что смотрите ну и я напоминаю о том что у нас есть паблик вконтакте куда мы всех приглашаем вступать в этом паблике много интересного там оперативно появляются свежие и плей там появляются новости о нашем проекте плюс много интересных тем рубрик и к тому же зал славы который вы прямо сейчас наблюдаете это зал славы самых наших щедрых покровителей и инвесторов которые поддерживают наш проект рублем спасибо им за это огромное отдельно ну а с вами был бы не вур все ребят я в тюмене вам приятно надеюсь понравился просмотр те кто уже посмотрел и приятных приятного уикенда все до новых встреч пока субтитры делал DimaTorzok